вызывает очень серьезные сомнения, что этот эксперимент будет удачным. Вот вы мне скажите, Александр Сергеевич, в этот эксперимент приглашали очень многих, но находились же губернаторы, допустим, в Псковской области, если я не в курсе дела, не ошибаюсь, может быть, другого региона, которые отказались от участия в этом эксперименте, сказали, нет, ребята, подождите, мы не войдем, нам это дело не нужно. А почему мы, почему всегда впереди все, впереди планеты всей? Зачем нам нужен этот эксперимент? Нам, людям, которые живут, простите, мне приятно, я еще вспоминаю экологических условий, которые Красноярское море создает, сейчас Богучанское дохранилище будет создавать, Саяна, Шушинское и так далее, и тому подобное. Зачем нам это надо? Почему нам никто защиту не встал, этого эксперимента? Почему мы не отказались от его участия? Вот объясните мне, вы же наверняка эти вопросы задаете. А вас спрашивали об этом эксперименте? Меня никто не спрашивал, а вас уже комитеты гражданской ассамблеи. Меня тоже не спрашивали. Общественность и наши общественные организации были поставлены просто перед фактом. И только сейчас, когда уже начался эксперимент, мы начали разбираться в этих вопросах. И каков путь этого разбирательства, как вы сейчас будете действовать, чтобы все привести, хотя бы какое-то соответствие, хотя бы с Волгоградской области, с Вологодской, вернее, области, чтобы 190 киловатт, а не 75 киловатт было социально. Это все зависит от того, как население будет реагировать. Во-первых, мы должны посмотреть... Поднимаем общественное мнение, дорогой мой. Я и хочу, чтобы они разобрались в этом вопросе. Мало того, вслед за электроэнергией у нас следующий этап – это вода. Да, конечно. Значит, нормативы, социальные нормативы будут вводиться по предположениям нашего правительства и на холодную воду, и на горячую воду. И если с электричеством еще что-то понятно, есть все-таки счетчики практически в каждой квартире. Другое дело, что когда повысятся тарифы, увеличится, ну, как бы, воровство электроэнергии. Конечно. Всякие магнитики, прикручивания, проволочки и так далее. Отводки, подводки и так далее. Да. Значит, ну и сейчас уже вот эти все коммерческие потери стараются возложить на тех, кто это оплачивает нормально, по закону. Вот смотрите, общедомовые, допустим, расходы. Это не только электрические лампочки и лифт. Это еще то, что какие-то из хозяев могут скручивать свою электроэнергию. Общедомовый счетчик показывает, что это много, поэтому будет перерасчет идти. И в состав социальной нормы войдет то, что у тебя на общедомовые нужды как бы ушло по общедомовому счетчику. А по холодной, по горячей воде еще сложнее. Потому что, насколько мне известно, еще из опыта, значит, предыдущих лет, эти общедомовые счетчики частенько, не то что не отвечают необходимым требованиям, там никто не следит за этими показаниями. Сказали, что вот вы потребили столько. И все, и все деньги платят. Александр Васильевич, вот мы сейчас имеем колоссальнейшую аудиторию. Вы член комитета Красноярской гражданской ассамблеи. Александр Васильевич, вот давайте, у нас времени не так много. Как должно себя вести население? Какую помощь оно должно оказать вам? Какую помощь вы ждете, как члены Красноярской гражданской ассамблеи, от населения? Давайте, как говорится, сгруппируемся вместе. Что нужно для этого сделать? Что вы предлагаете? Как быть? Прежде всего, мне кажется, что необходимо некому экспертному сообществу подробно попытаться разобраться в этом постановлении. Кто это будет делать? Значит, я думаю, что и можем предложить в гражданской ассамбле и создать некую рабочую группу, для того, чтобы она рассмотрела возможность, необходимость внедрения нового механизма социальных нормативов на электроэнергию и другие виды. Это инициатива будет исходить от вас, или я вам кто-то должен навязать сверху? Ну вот сегодня вы приходите на заседание Совета гражданской ассамблеи, которое в 17 часов состоится. Там будет мой доклад. Это предложение там прозвучит. Как оно будет поддержано или не поддержано, мы увидим по ходу обсуждения этих проблем. Хорошо. Какова роль законодательного собрания Красноярского края, депутатов, и Краевого законодательного собрания, и Городского совета? – Значит, очень большая роль. Согласие на введение этой социальной нормы, оно шло через закон Красноярского края. И тогда, когда шло это обсуждение, было показано, что внедрение нашей социальной нормы, оно несколько противоречит даже действующему законодательству пониманию того, что такое социальная норма. Значит, к сожалению, сейчас вот этот регулирующий орган, он является ветвью исполнительной власти. Исполнительные органы, они естественным образом, вот мне кажется, все эти шесть субъектов, в том числе и Красноярский край, в конце концов дадут положительный отзыв о том, что у нас всё нормально, население довольно, прошла такая-то экономия. Но что значит экономия? Смотрите, в Красноярском крае потребление электроэнергии делится так. 9% населения, бытовое потребление, 91% промышленности. Если мы даже в два раза поднимем стоимость электроэнергии для населения, на промышленность, там, ну, максимум 10%, можно будет снизить эти тарифы. Главная задача, как мне кажется, всё-таки обратить особое внимание на снижение издержек генерирующих компаний, с бытовых компаний и так далее, с тем, чтобы лишних затрат не было. К сожалению, мы сейчас живём не по нормативным затратам, что киловатт-час состоит из того-то, из того-то, из того-то, каждая операция стоит столько-то, столько-то. Рисуют экономическую обоснованность по-разному. И в этой экономической обоснованности, кстати, термин он тоже такой, я бы сказал, непонятный, потому что можно нарисовать себе большую зарплату, можно нарисовать себе закупку. Виртуально, виртуально, да. А реально, да, иметь шесть. Значит, можно написать, что ты закупки ведёшь, там, запасных частей и так далее, по одной цене, на самом деле их покупаешь как бы по другой. Я не хочу никого обвинять в том, что там занимаются какими-то махинациями и так далее. Но опыт показывает, что, когда я работал в составе экспертного совета региональной энергетической комиссии, А вы в курсе, я знаю всего этого. То примерно каждый раз, когда нам подавали экономически обоснованные расчёты на тарифы Красноярской энергии, я находил примерно на миллиард, на два миллиарда рублей, значит, того, что можно было бы исчеркнуть. РЭК иногда часть этих затрат действительно с расходов энергогенерирующих компаний убирала. Ну, сейчас я уже как бы в совет не вхожу, да, поэтому думаю, что там идёт всё так, как положено по нашим законам. Хорошо. Будем надеяться на это. Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какова вообще должна быть такая справедливая, реальная норма для потребителей Красноярского края? Вот на ваш взгляд, сколько должно быть социально обеспечено? На мой взгляд, социальная норма потребления должна быть введена только для тех, кто не может платить по нормальным тарифам. Это пенсионеры, обездоленные и так далее и тому подобное. Совершенно верно. Если человек высокооплачиваемый, для него существует другая градация, безусловно. Ну, примерно, скажите на ваш взгляд. Нет, ну, на мой взгляд, значит, нормальное потребление для такого более-менее имеющего благосостояния человека, значит, 150 киловатт-часов не меньше. От 150, ну, в некоторых случаях, может быть, и до 200, когда у нас зима начнется, так сказать, пораньше, мутно все... Да, и начинает уже... Тотопитель не начался, а уже люди начинают отапливать квартиры, да. Про что я и говорю. Вот. Значит, должен сказать, что в Москве введена норма, она была давно, как бы существовала, 150 киловатт-часов, и там не снизится она, это точно. Ну, значит, в Москве можно вроде как в два раза больше электричество потреблять населением, чем у нас. Но я противник самого этого термина, понимаете? Социальная норма. Да. Речь идет, если о том, что человек не может рассчитываться за определенное количество электроэнергии, пусть тогда государство в силу нашей Конституции, в силу того, что государство социальное, доплачивает за него. Остальным, кто имеет нормальный уровень дохода, значит, по экономически обоснованным тарифам, так называемым, может платить самостоятельно. Значит, и в этом случае мы не переносим субсидирование и на богатых тоже, понимаете? Когда мы для всех подряд записываем одни и те же цифры, одну и ту же норму, это получается так, что мы помогаем не только бедным, но и богатым. Понятно. Александр Сергеевич, я, насколько понимаю, правильно, что это то, о чем вы будете сегодня докладывать вечером на этом совещании. Это то, что вы будете отстаивать и к чему будете призывать и депутатов Краевого законодательного собрания, и депутатов Красноярского городского совета, и вообще власть, придержащих, в том числе и губернатора Красноярского края, и председателя правительства. Я правильно понимаю? И вы будете на этом, как говорится, жить, отставить и будете доказывать необходимость вот такого подхода. Я предложение сделаю на эту тему, значит, и мы посмотрим реакцию наших членов Совета Гражданской Ассамблеи. Возможно, мы проведем определенный, значит, круглый стол, рассмотрим, найдем какие-то возможные подходы к решению этой задачи. Теперь ведь посмотрите, все-таки основная задача – это задача исполнительной власти. Вот вы знаете, по капитальному ремонту многоквартирных домов. Сейчас, допустим, уже этот региональный фонд капитального ремонта создан. В попечительском совете из восьми человек шесть представителей исполнительной власти. Понятно. О чем можно говорить? Все понятно. Александр Васильевич, я только единственное хотел бы поблагодарить вас за то, что вы приняли участие сегодня в этой, я могу только одно сказать, разъяснительной работе на первоначальном этапе по этой социальной норме потребления электроэнергии. Пожелать вам успеха. Я надеюсь, мы не встречаемся не последний раз. После этого совещания, где пройдет месяц-два, мы давайте сделаем программу «Острые углы», пригласим депутатов всех уровней, пригласим, может быть, членов правительства Красноярского края, и давайте уже окончательно подведем итоги. Как же дальше, что делать и так далее. Потому что то, что сегодня происходит, получается, мы как подопытные кролики, и с нас мало того, что шкуру с дырятки, еще одну пытаются нижнюю, самую нижнюю еще содрать. Вот у меня такое впечатление. Во многом вы правы, потому что сейчас как-то в основном затраты государственные ложатся не на предприятия, не на олигархов, которые в офшорах сидят, а на население. Проще всего с населением, значит, работать. Оно вытерпит все, в том числе повышение тарифов. Ну, до поры до времени. Спасибо, Александр Ильич, спасибо, дорогой, за то, что вы приняли участие. Я благодарю за внимание наших телезрителей. Я надеюсь, что вы кое в чем разобрались и поняли, что надо быть держать ухо востро. Нельзя глотать все, что нам предлагают. Надо иметь, показывать какое-то время свои зубы, ну, по крайней мере, разбираться и помогать той же самой гражданской ассамблею в их делах, которые они ставят перед собой как защитники наших прав и свобод, которыми мы, по сути дела, пользуемся ежедневно. Я надеюсь, что это не первая передача. Мы еще вернемся к этому, постараемся разобраться и постараемся помочь и себе, и помочь людям, которые представляют наши интересы, ну, и Красноярский край, чтобы, конечно, выглядел на этом фоне более-менее привлекательным. Спасибо за внимание. Берегите себя. Всего вам доброго. Телеканал «Центр». Красноярск.